В конце апреля 2000 года от информагентства Associated Press по многим газетам и новостным порталам разлетелась весточка о разработке швейной машинки с интерфейсом подключения к сети интернет. Один из гигантов швейной индустрии Японии, компания Jaguar Corporation, заявила, что надеется выпустить это устройство на рынок в следующем году. Помимо этой информации, новость, появившаяся в том числе и на ленте.ру, содержала в себе упоминание о том, что Jaguar ведет переговоры с Nintendo о возможности лицензирования специального ПО для их другой швейной машинки. Предполагаемый софт должен был посредством карманной консоли Game Boy, к которой подключалась машинка, программировать вышивку персонажей серии Pocket Monsters. Кроме того, уже через месяц в мае 2000-го на прилавках магазинов должна была появиться упрощенная версия подобной швейной машинки под торговым наименованием New Yell, умеющая вышивать буквы и простые геометрические фигуры. Лично я узнал о машинке только в прошлом году, когда заинтересовался необычными аксессуарами для Game Boy. В одной из статей на просторах интернета были перечислены такие вещи, как Pocket Sonar, обзор которого недавно появился у Gaming Historian, GB Kiss со специальным модемом, о котором сейчас собираю информацию я, и та самая швейная машинка. Правда, речь там шла о варианте для рынка США, выпускавшемся известной компанией Zinger. Почти полгода я мониторил всевозможные торговые площадки, чтобы заполучить себе эту дичь на обзор за вменяемые деньги. Ну и вот, познакомьтесь с этой малышкой. Сама по себе швейная машинка стоит не очень дорого. Время от времени на Yahoo появляются варианты без коробки в пределах 50 долларов. Но вот чтобы доставить ее, машинка весит примерно 10 килограмм. И ориентировочно доставка по Японии до почтового посредника, и затем последующая отправка им посылки в Россию обойдется в 150-200 долларов, что делает сумму просто неподъемной для моего небольшого канала. Однако перед самым Новым годом случилось чудо. В группе одного питерского ретро-магазинчика, Gamers Delight, я увидел в продаже целых два экземпляра Jaguar Gen 100, попривлекательные, но все же недоступные для меня цене. Я набрался наглости и обратился к администратору магазина, Александру, с просьбой дать мне машинку в аренду на пару недель, дабы российское игровое сообщество могло насладиться полноценным обзором на нее. Александр честно ответил, что если машинку не купят до Нового года, то сразу после праздников мы можем вернуться к этому вопросу. И как вы видите, моей идеей в конечном счете сопутствовал успех. А вот чтобы узнать сопутствовал ли успех производителям швейных машинок, компанией Jaguar и Zinger, решивших выпустить на рынок подобные устройства, давайте обратимся к истории. В ранних 80-х, когда появились первые домашние компьютеризированные швейные и вышивальные машины, стоившие к тому моменту десятки тысяч долларов, начал формироваться тренд на удешевление и последующее более широкое распространение этих самых машин. Весной 2000 года японцы из Jaguar Corporation, определенно вдохновившись дизайном недавно появившегося iMac G3, представляют широкой публике новую модель швейной машины, JN100, под брендовым наименованием New Yell. В комплекте, помимо самой машинки, был картридж с игрой Raku Raku Mishin для Game Boy. Чуть позже этот сет был заменен на Deluxe версию, которая дополнительно включала в себя коробочную версию Game Boy Pocket, специальную педаль для регулировки скорости шитья и видеокассету с подробным инструктажом, как всем этим пользоваться. Машинки продавались в шести разных цветах по цене примерно в 500 долларов. Американский консультант Jaguar Ken Liu рассказывал об успехах JN100 в Японии. Он сообщил прессе, что всего за год машинка заняла 10% рынка компьютеризированных швейных машин. Уже в 2000 году компания начала разработку усовершенствованной модели под торговым наименованием New Otto. Представитель Jaguar Yoshihara Misha заявил National Post, что они ведут переговоры с Nintendo о том, чтобы выпустить три картриджа с программами по полноцветной вышивке персонажей из вселенной покемонов. Ожидалось, что стоимость нового комплекта будет в районе 600 долларов. К сожалению, эти картриджи так и не появились на свет, хотя сама не у Отто всё же вышла. И мы вернёмся к этому через минуту. Швейный гигант компания Zinger для рынка США лицензировала и переименовала New Yale в Isaac, сделав тем самым реверант в сторону основателя компании Айзека Зингера. Ребрендированный продукт был продемонстрирован потенциальным ритейлером на международной выставке товаров для дома в Чикаго в 2000 году. Представитель компании Zinger сообщил прессе, что реакция на машинку была феноменальной, особенно у аудитории до 30 лет. Несмотря на общую тенденцию снижения интереса к шитью среди молодёжи, он заявил, «Мы считаем, что Айзек может сыграть важную роль в создании совершенно нового поколения любителей шитья». Также было отмечено, что несмотря на то, что в своей ценовой категории Айзек была более высокотехнологичной, чем многие другие швейные машины, она не собиралась конкурировать с машинками стоимостью в несколько тысяч долларов. Рекомендованная розничная цена комплекта, в который, в отличие от Японии, входил геймбой колор, составляла 700 долларов. В тот год Zinger отправил швейную машинку в тур по нескольким магазинам швейных принадлежностей в США, устраивая демонстрации и проводя однодневные летние лагеря, называвшиеся Kids Can See You – дети могут шить, в которых подростки вышивали свои собственные налочки, используя Айзек. Кроме того, был запущен ныне нефункционирующий сайт meetaisac.com. В целом нельзя сказать, что выпуск Айзек на рынок США был полным провалом. Младшая аудитория, на которой был изначальный прицел, на самом деле находила машинку довольно простой в использовании, но в то же время она вызывала недоумение у большинства взрослых, с исключением тех, кто уже был заядлым любителем шитья. В одной из статей журнала EDM есть предположение, что рост продаж был настолько медленным, что Zinger, в отличие от Jaguar, отказалась от идеи и выпускает новую модель. Ну все, довольно слов. Пора уже рассмотреть машинку поближе и взглянуть на ее работу. Субтитры создавал DimaTorzok ничем особо не отличается от обычной швейной машинки, за исключением того, что на задней его части, помимо провода питания, кнопки включения и гнезда для педали, за маленькой дверцей скрывается кабель подключения к геймбой. Так как у меня есть флеш-картридж, а функции японского ПО для вышивания практически не отличаются от американского, для демонстрации я буду использовать англоязычный вариант, ибо он гораздо понятнее. После нажатия кнопки старт мы попадаем в меню, которое состоит из опций выбора готовых шаблонов, стежков, отверстий для пуговиц, набора текста, а также конструктора собственных шаблонов. Понравившиеся варианты можно сохранять в избранное, для более быстрого доступа к ним. Кроме того, меню Colors наглядно покажет, как сочетаются цвета, подобранных ниток и ткани. Итак, как же выглядит процесс шитья с помощью геймбоя. Для начала попробуем вышить какой-нибудь текст. Заходим в меню Letters, выбираем буквы, устанавливаем интервал между ними и отправляем данные в машинку. Тут система предложит вам два варианта, отправить все в тот же момент или посмотреть пошаговую инструкцию, дабы убедиться, что сетап собран правильно. На последнем шаге инструкции если передача данных прошла успешно, появляется надпись Transferred и предложение нажать кнопку шитья на самой машинке. Поехали! Вот такой получился результат. Теперь попробуем какой-нибудь шаблон. Мне приглянулся вариант за номером F014. Для того, чтобы вы увидели взаимодействие машинки и геймбоя, я помещу в кадр оба устройства. В отличие от набора букв, шаблон может вышиваться до бесконечности, поэтому после некоторого числа повторений я прерву процесс вручную. На мой взгляд, что получившаяся минутой ранняя надпись, что эти три с половиной лебедя, все выглядит просто прекрасно. Ну и чтобы закрыть все вопросы по шитью, скажу, что без геймбоя машинка может функционировать, как обычный для этого дела девайс. Лишь стежки будут обычными и ненастраиваемыми. Теперь, когда мы разобрались с историей и работой JN100, давайте перенесемся обратно в Японию, где Джагуар выпустил обновленную швейную машинку. Нью Отто, так она называлась, продавалась на сотню долларов дороже, чем выходившая до этого Нью Ел. Вместе с новой моделью машинки были доступны два новых картриджа – Моджи Шу и Като Шу, что примерно переводится как «коллекция букв и символов» и «коллекция вырезов». Картридж Моджи Шу включает в себя английский алфавит, хирогану, катану, канзи и символы трех разных размеров. А вот состав Като Шу куда более интересен. В меню паттернов находится целых 32 рисунка для полноцветной вышивки – плюшевые мишки, цветочки, котики и песики. Кроме этих картриджей, за дополнительные 6800 йен можно было приобрести игру «Марио Фэмили», содержащую в себе также 32 рисунка для полноцветной вышивки, но уже не абстрактного характера, а конкретно из вселенной усатого водопроводчика. Известно, что в 2001 году Nintendo и Jaguar планировали выпустить еще один подобный картридж для вышивки персонажей другой известной франшизы – Kirby Family. И хотя данная игра вместе с новой швейной машиной были продемонстрированы в 2001 году на Nintendo Space World, картридж на прилавке магазинов так и не попал. Вероятно, причиной стали плохие продажи «Марио Фэмили». И вдогонку еще пара интересных фактов из мира шитья на портативных и не очень игровых консолях. В 87 году на Consumer Electronics Show Nintendo продемонстрировала очень необычное периферийное устройство для приставки NAS – вязальную машину. К сожалению, но вполне ожидаемо, девайс в продажу не поступил. Однако его прототип и программное обеспечение дожили до наших дней, и на YouTube можно найти пару роликов с демонстрацией работы. Годом ранее, в августе 86-го, японская компания Royal Industries совместно с Nintendo выпустили игру «I'm a Teacher Super Mario Sweater» для Famicom Disk System. Игра представляла из себя, не поверите, конструктор свитера. Смысл игры был таков. После запуска нужно было выбрать один из 15 предложенных шаблонов. Затем задать параметры своего тела. Проверить, что все выглядит так, как хотелось бы. Сохранить результат и отправить его в Royal Industries, которая за дополнительную плату изготовила бы этот свитер. Вот это фан-сервис. Ну что ж, такой была история швейно-вязальной интервенции в мир видеоигр. Надеюсь, вам интересно было об этом послушать, и вы открыли для себя что-то новое. Ну а я прощаюсь с вами, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok